я сегодня не туда иду иду на красный октябрь это бывшая шоколадная фабрика часто комплекс зданий которые сдаются в аренду сам красный октябрь переехал на нижнекрасносельскую улицу на бабаевский по моему комбинат в общем я на youtube посмотрел там в основном только видео о том что когда построен красный октябрь когда он принесет такое вообще история семьи его создателей там акционерного общества о том что там сейчас комплекс зданий который сдается в аренду и почем аренда как это все сейчас выглядит вообще ни одного видоса нет я этот пробел надеюсь восполнить солнышко правда а я еще фильтр не купил кстати прикольно было узнать что храм христа спасителя нифига не мрамором отделана какими-то пластиковыми панелями под мрамор там дом на набережной самый крутой дом свое время многофункциональный комплекс даже театром эстрады с прачечными с банками с кинотеатром своим с клубами много из него жители расстреляли страшные истории там много вот там даже есть музей там посвящен в общем он наша фабрика туда идем часть говорят будут сносить и застройка будет желая правда об этом уже говорят лет десять но сейчас вроде как все посерьезнее стало в той стране бывшая электростанция одна из самых первых москве москвичи все знают а если кто они из москвы объясню это в центре города это от кремля буквально там нескольких километрах кремль даже оттуда видно это рядом с парком горького это рядом с третяковской галереи память петру огромный рядом с домом на набережной ну то есть место нереально шикарное на 1000 до 3000 за метр так нормально тысячи рублей метр стоит валтуфь его умкада в офисе в каком-то засратом про станция вон она полностью перестраивать тут и мост патриарши тоже перестраивать будет сто процентов нереально круто не так-то очень нравится то что сейчас москве происходит в плане перестройки старый 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 древней недвижимости все очень классно делают как европе даже лучше вот этот патриарши мост снизу тоже все ломают там какие-то здания остались я не знал это тоже бывшая подстанция может даже еще работает она конкретно к октябре относилась насколько я помню стрелка бар ни разу в нем не был я даже не знаю что вот эти слова означают как их переводить вообще что это о чем это по моему в начале двухтысячных году 2004 построили раньше здесь нельзя было пройти приходилось как-то кругами от полянки ходить а сейчас там метро кропот здесь кафешки ресторанчики вот и сам ну гадания кстати нету знаю что-то а это рыбный ресторан мгадан то что прикольно кстати чтобы вы понимали ребят кто не из москвы 300 рублей в час но здесь красота мне нравится я посмотрел я посмотрел где-то объявлений штук 15-20 о сдаче в аренду офисов торговых помещений но в основном офисы пустые они может быть из-за того что большие их никто не берет может быть ну я кстати не знаю что здесь такое есть наполнено я имею ввиду арендаторов пока не знаю просто похожу посмотрю потому что это мало кто показывает я вам так скажу я на ютубчике по крайней мере не нашел чтобы хоть кто-то здесь прошелся с камерой по дворам показал все вот эту вот красоту обычно конечно интересные истории о товарищей нами который открыл все это дело и построил но интересно что и сейчас происходит что за типы тоже мне очень нравится вот эти переходы жду сейчас человека пойдем внутрь главное чтобы разрешили снимать а то иногда не разрешают кстати здесь где-то у гуф есть магазин свою одежку продает кальяна есть на продаже я видел недавно никому кальяна не нужна вот там фитнес а он кстати даже помещение в котором он сейчас находится но дает предлагается в аренду за 750 тысяч в месяц ну вот слушайте но здесь очень красиво я еще коптер никак не куплю куплю коптер попробую поснимать сверху но вообще сейчас пока вообще уже эту идею прикрыли москву уже летать нельзя на коптере если поймают 50 тысяч штрафа ну вот и еще коптер надо регистрировать уже вот те что до 250 грамм не надо а то что тяжелее уже надо так что вот так в той стороне третяковская галерея пётр вон там парк культуры здесь 400 метров потолок я померил до перекрытий 4,6 но здесь правда много вентиляции еще всяких конструкций до них 3,8 вон там здесь какие-то перегородки построены внутри ну стены здесь больше метров в коморочках 400 метров их еще можно объединить там через стенку еще один офис на 300 метров всего 700 Здесь вид тоже на двор Слушайте, ну я много не смогу показать Получается, одно помещение и немножко коридоров Дольше, наверное, ничем не посмотрим Алло А мы, получается, на третьем этаже Вот это то помещение, которое 300 метров за этой стенкой Стена, то есть картонная, ее можно демонтировать Здесь сцена, видимо, какой-то клуб был, не знаю Там шумоизоляция на потолке Пожарная есть Система, я вижу Можно пилить, кусочки, как хочешь Здесь потолок, я так подозреваю, тоже 3,8 А, еще щит есть Есть еще закуток Мне тоже можно поломать Так, сейчас здесь еще посмотрим И станцию дали Вот это мне нравится, кстати Не знаю, как вам, понравится, нет А это куда дверь? Это тот вход? А, там соседний арендатор Вот здесь кухня Туалет тоже, говорят, можно присоединить себе Видите, там раз, два, три, четыре кабинки Опа! Так, здесь был хостел, в котором художников селили за картиной Здесь потолок 3,6 Но стены очень тоненькие, это как ангар такой Батарея есть Здесь Тася жила, похоже Ну да Получается, вот он, какой, видимо Какая-то хрень пластиковая, стекловатая Здесь кухня Такие здесь комнатки были А, ну вот здесь видно комнату То есть такой у них душик был Окошко Окошко До 3,5 тысяч рублей за метр То, что мы посмотрели, стоит 1150 рублей за метр Там нужно еще делать ремонт И, собственно, велкам Можете арендовать, звонить, писать Если видео было интересное Ставьте лайк обязательно Или в комментариях Напишите, интересно или не интересно Мне кажется, я один из первых, кто вообще про это поснимал То есть про аренду показал как-то изнутри Хоть чуть-чуть Просто побольше мне не было возможности показать там Как-то с камерой не очень ходить Везде охрана И все такое возмущаются Ну, надеюсь, вам хоть чуть-чуть было понятно Что там происходит Вернее, стало понятно Чуть-чуть напоследок покажу Для тех, кто не из Москвы Это у нас Пушкинский музей Там Гоголевский бульвар начинается Метро Кропоткинская Все тот же храм Креста Спасителя В той стороне Кремль А там еще по правой стороне Вот тоже музей, не помню какой-то Ну, изобразительное искусство Все про это Кстати, вся улица Там есть прикольная заправка старая Сейчас на ту сторону перейду, покажу Она сделана как в 50-х годах В стиле Точнее, не то, что сделано Ее с 50-х годов так и сохранено Сейчас покажу Даже не пойду на ту сторону Просто покажу Быстро Они заправляются из Кремля машины, как я помню Я там не вижу Это она какая-то, видимо В особенном направлении такая отлично Кремля машины Я там не вижу Кремля машины Продолжение следует...